Среди злочинной деятельности, как в повседневном жизни, это злочин с реальными криминальными спрямованностями, так и в период военного состояния. Додатково мы заложаем для документов злочин с буквы Российской Федерации. Коротко, статистично надам результаты работы за 23-й год. Представниками ПДЗ Полтавской области протягом 23-го року было задяно 5279 слідчих действий. З них углядом места подій 3749. В ходе этих данных слідчих действий было вылучено около 11 тысяч объектов следовой информации и следов злочинной деятельности. Кроме того, в период военного состояния, работники отдела заключались для работы с документацией военно-злочинами на деколкованных территориях Киевской области. Это славно известные места Гастомель, Буча, Ирпинь. В Харьковской области, на всей территории Харьковской области. Это Куканск, Ковчанск, Изюм. На территории Хельсонской области, Правый берег, а также другие регионы Денецкой области. В 2023 году, в частности, криминалистическая лаборатория в начале Земли принимала участь в фиксации наслідков подрыва Каховской области. Коротко, в мониторе демонстрируется обладание, которое мы используем во время своей практической деятельности. И, окременно, хочу остановиться на материальном обеспечении, которое нам, международными партнерами, для модернизации нашей деятельности. В грудне 2023 года мы пришли к учению и получили высококачественный прилад, так называемый генетический анализатор ND6S. Прилад был надан в рамках международной помощи Украины Соединенных Штатов Америки. Прилад позволяет нам, против 90-120 минут, визначити ДНК против как убийства, так и жертвы. На жаль, данный прилад в 1 октябре был использован в час наслідков ракетного обстрела ТРНЦ «Амстор» в Червнево-Зворово-Руку в Кировничо-Ци. Тогда было идентифицировано более 20 осіб потерпелых. Из остальных дел, которые были выявлены во время завалив ТРЦ. Специфика данного приладу поляга в том, что прилад даёт результат за минимальным втручанием человека. Он был разработан по заказу Министерства обороны США. И позволяет, в принципе, его действия таки, что с базовыми знаниями любой солдат или прессивник может использоваться знаменимым приладом. Повторюсь, прилад полностью работает в автоматическом режиме, благодаря чему включается и людская помощь. Также, можно сказать, на оружие нашего подраздела есть персональные лаборатории с соответствием криминалистическим обладанием, которое позволяет квалифицированно, профессионально выявлять, фиксировать и получать следы случайной деятельности. В последнее, также в грудне, мы получили от Национальной полиции Украины беспилотный летальный аппарат «ДЖАЕМА-3», чим мы обеспечили почти все территориальные подраздели полиции наявностью данных аппаратов, что также расширяет наши возможности, а также некоторые представители пришли специализированные навчания, в использовании ДНМО ГПЛА и могут створить 3D-модели, например, разрушенных будиль на садах ракетного обстрела. Ну, коротко...